Всех приветствую на Wall Street Online Каждую пятницу в 20.00 по одной и той же ссылочке Мы здесь рассматриваем основные фьючерсные рынки, новости, рейтинги Ну и начнем Отличная была неделя, очень много отчетов, новостей, событий Кардинальные изменения на некоторых рынках были В общем, есть что рассмотреть, есть что выделить Вначале приглашаю в понедельник на 19.00 на открытый вебинар Касаемо курса Basic, там будет интересная тема По поводу объемов, объемного анализа, его важности и какие бывают аспекты Вот, 19.00 в принципе, скорее всего будет эта ссылка Поэтому приходите, подискусируем, поделимся, пообщаемся И узнаете много интересной информации Касаемо вопросов по поводу Smart Volume Trading курса Курса, который полгода будет идти Да, курс будет идти полгода В принципе, максимально подходящий период для подготовки трейдера Фактически с нуля до рабочего воина Вот, поэтому, да, это так Так, ну, новости, которые были на этой неделе Процентные ставки по РФ оставили на том же уровне В принципе, отлично Самое главное, чтобы нефть шла на север Потом фонка также в среду ничем новым не удивила Ну, я думаю, что это было ожидаемое событие Так как резко повышать процентную ставку Для такого сверх уже привыкшего рынка К постоянным дешевым кредитам Будет очень неуместно Так В принципе ВВП по штатам вышел хуже Предыдущего отчета И В принципе, это должно было вызвать Лавину шортов Но, как видите, СНП сегодня Сейчас мы его будем рассматривать Достаточно Хорошенько идет на север Уже 19.14 Такой 19.15 И Вот такой вот Новостной маркет Значит На следующей неделе А, еще забыл отметить На этой неделе был отчет По опережающему индикатору КФ И Он вышел Лучше, чем предыдущий Показатель Что, как бы Настраивается Швейцария На ближайший месяц Как бы на восходящую динамику Вот Так что, учтите Примите его внимание Достаточно Ну Из 10 Наверное, 9-8 Что они Смотрят верно Ну, по крайней мере По евросектору Так На следующей неделе Индекс деловой активности По Китаю По Германию Британии И, так же По Штатам Это будет в понедельник Вторник Количество безработных В Германии И Среда у нас По Запасам Сырой нефти Выделяется Из всего Так же в четверг Решение по Пространственной ставке Британии У нас 0-0 Будет Отчет Немаловажный И По Штатам Что Особо нужно отметить Это четверг И пятницу Четверг Джоблес Клеймс И В пятницу Эмплоймент Достаточно Такие Маркет Моумин Индикаторы И Могут Качнуть Маркет То есть Рассчитывайте Свою торговлю Ну То есть Координируйте Потому что Волатильность Четверг пятницу Вот Четвертого Пятого Февраля Я думаю Не обязательно Этим Воспользуются Ну В общем Такие Ждут нас События На Следующей Неделе По Экономическим Отчетам И Все Близится Близится Весна Совсем Недолго Осталось Ну И Фактически Ну Скажем так Экватор Мартинского Контракта У нас За эту Неделю Ситуация По Фондовому Рынку Планеты Все Достаточно Так Пестрит Кроме Китайского Рынка Там Похоже Что Потихонечку Скидывают Фондовый Рынок Перед Выборами В Америке И Соответственно Сами же Америкосы Первые Начали Это Делать Поэтому Вол Китайского Рынка Это Я думаю Ну В принципе С Усугублением Кризисной Ситуации В мире Потребитель Покупает Меньше Соответственно Китай Зарабатывает Меньше Контейнер Оборот Я Конечно Не Мониторил Но В принципе Закономерность Она Уже Наблюдается Не Первый Раз Так Ну В общем Пока Позитивно На этой Неделе Если Брать Месяц Или Квартал Там Конечно Ситуация Намного Хуже Примерно Вот такая Коллапс Просто За квартал На планете Такое ощущение Что просто Какой-то Сверхатомный Взрыв Произошел Вот так Вот Сбрасывают Фондовый Рынок Перед Ключевым Таким Событием Удивительно Ну Кто Уже Давненько На рынке Помните Да Это в принципе Уже такая Закономерность Перед выборами Президента Штатов И Планируем Что Если останется Тот же У Пульта управления Тот же аппарат То Ну Под Коррекционный момент Коррекция Но Не сильно Затяжная То есть Не Критическая Если же Придет Из Оппонентов И полностью Поменяют аппарат То Лить будут Наверное И лить Так что Готовьтесь Осенью Будет Да уже Наверное Летом Будет весело Ну Шорты Должны быть В любом Случай Там Расти Уже Так Еле Растут Так что Эта ситуация По Планете Особенно Банки Меня Очень Очень Пугают Такие Как HCBC Достаточно Крупные Известные Ну И Остальные По S&P500 За Три Месяца Facebook Google Единственная Компания Которая Зарабатывает Ну И Amazon Все Остальные Тяжело Идут Финансовый Сектор Вообще Красный Как Видите Банков Америка Минус Семнадцать Это За Квартал Wells Fargo Минус Десять Дж. Морган Минус Десять Ну И Все Остальные В общем Сети Групп Двадцать Три Гигант Ну В общем Судите Сами И Apple Минус Семнадцать Вот Такая Станция Сейчас С Фондовым Рынком Так Рейтинг Бум Смотреть С Начало Контракта По Текущий День Либо Сразу Приступим К Инструментам Да Сразу Согласен Половина За Половина Против Давайте Сразу А Уже На Следующей Начнем Подводить Итоги И Так У нас СНП Первый Как обычно По традиции И Более Менее Так Как Потихонечку Восстанавливаются После Снижения Объемчики Правда На этой неделе Чуть-чуть Подутихли И Выделим Собственно Этот Массив Который Ну Диапазон Как ориентиру На ближайшую Неделю Может даже Две Так Ну тут Два уровня Можно их Объединить Это Эта Неделя Очень Плотно Тут Все сессии Практически Кроме Сегодняшней И Прошлая Неделя Вот Семьдесят Седьмая По Шестьдесят Первую Эти две Сессии И Крайний Блокпост Пик Самые Сливки Зашли Там Подобрались Мы К уровню Небольшого Сопротивления Тут Буквально Две Сессии Было Тридцать Один Сорок Один Отработали И Уровень Девятнадцать Пятнадцать Здесь Четыре Сессии Было По Двадцатого На всякий Случай Отметить Нужно Для себя Потому Что Как раз Пятница Здесь И Завершила Свои Путешествие А Еще Траговаться Сорри Уже Устал За сегодня Вот Массив Не Катастрофический Но Его Нужно Промониторить Чтобы Не забыли Его Пробить Так То есть Если Там Будет Проблема С Расширением Коридора Выше То Нужно Обезопасить Свои Покупки Если Вы Открывали Вот Уже Как видите В неделя Втолкнуло Выше В ВП Что Очень Неплохой Признак То есть Средне Извешенное Уже Ниже Находится И Это Еще Не Конец Пятницы Плюс Три Сессии Будут Более Менее Таким Ну Две Так Точно Стабильная Спокойная Понедельник Вторник Там Никаких Сферах Аномальных Отчетов Или Событий Не будет А вот Среда Будет Уже Потихонечку Флейтиться Перед Джобес Клеймс И Эмплоймент Ну И Потом Все Это Дело На Волатильности Раскачают Поэтому В принципе Вполне Может Сохраниться Динамика На Понедельник Вторник И В среду Там Немножко Становимся На 31 41 Возможно Самое Главное Те Кто Зарост Чтобы Вот Этот Уровень Этот Массив Отстояли 84 По 99 18 18 84 По 18 99 То есть В принципе Если Не будут Пускать Ниже То Вполне Хорошие Признаки Байера По Дельте Четверг Ближе К нулевой Был Там Соответственно И сессия Была Выбрасывали Всех И вся Вот Вторник Чуть Чуть Был На покупках И Ниже Вторника Не ушла Среда То есть Как бы Там Не была Волатильность На Фомке Но Четверг Нулевая И Сегодня Уже 15 Тон На Байере Здесь Пробили Две Таких Крупных Дельты На Шорт И Вот Ближайшая На 30 Ой На 28 По 40 Такой Агрессив Был Ну Его Также Нужно Преодолить Так Причем Видите Набирает И Набирает Объем Чуть Подутив В четверг Еще Более Менее Пик Был Сегодня Может Дотянуть Но Я думаю Вряд ли В пятницу Такие Скачки Для них Это Что Там Аномальное Так Открыт Интерес Как Видите В Три Сессии Был Набор Позиции Сегодня Чуть Поменьше Совсем Чуть Чуть Перед Уикендом Сбросили Но Возможно Сбрасывали Еще и Продажи Что Отразилось На Дельте Байера Ну Нужно Подтверждение В понедельник То есть Продолжение Такой же Динамики И Самое главное Чтобы Не Обратную Не давали На 18.72 18.60 То есть До Минимума Недели В идеале Если Пятницу Не Посмеют Пробить Это Уже Хорошо Если Четверг Еще Протестируют Второго Ранга Тестирование Ниже Уже Нежелательно Так Практически Во всех Графических Модулях Добавили Плюс Есть Такой Некий Показатель Активности Рынка На Барвом Графике Чуть Попозже Покажу Чтобы Не Отвлекаться Напомните В конце Так Ну В общем То Идем На 15 Минутный Теймфрейм Итак У нас Ярко Выраженное Ядро Самая Плотная Составляющая Это 18 93 18 85 Можно Взять По Шире По 70 Тон И Тут Тоже 70 Тон Берем Ядро Недели Поддержка У нас В Среду Здесь Формировалась Локация Достаточно Объемная Четверг Три Раза Проверил Уровень Поставил Четко Печать Проверено На СНП И В общем Поддержка Уровень Прошла И Закрытие Объемное Понедельника Было Было Достаточно Хорошо Замечено И в среду И в четверг Все что там Азия С Европой Толкнули Ниже Не будем Трогать Там в принципе Объема Немного Так Трога 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 С объемом Недели Котировку Посмотрим По коррекции На закрытии В понедельник Уже Возьмите 1900 Тут Толкнули Немножко Такой Уровень Поддержки И В общем-то Весь Массив В пятнице Вполне Может Защищаться И в понедельник И вторник Лишь бы Не закрыли Ниже Его Ну В пятницу То есть Если Там Рядом 19.10 19.12 Еще терпимо Клава Чтобы не закрылись Ниже Они могут Запросто Такие модели Отрисовывать Все И на закрытии Пятницы Может оказаться На трех Восьмерках Поэтому Посмотрите Как закроется Пятница И Если закроется Выше 19.10 Есть шансы Что Будут Продолжать Восходящую Динамику Единственное Что Толкать Дальше В принципе Нужен Объем А он На этой неделе Немножко Ну Вышел В нормальный Режим То есть Не повышенный Ликвид Такой Приемлемый Сопротивление Выделено На 19.20 19.15 Здесь 4 сессии Месяц Фактически И потом Вторая Локация 31.41 Опять же Отмечу Выше ВВП За контракт Уже Вышли И Ликвидность Чуть-чуть Упала То есть Чуть-чуть Совсем Если По сравнению С предыдущими Периодами То да Так В принципе Идет На Стандартных Оборотах Это был СНП Значит На чем Он еще Держится В одному Известном Европейский Индекс Со всеми Там Проблемами В еврозоне Ядро Текущего Контракта У нас 29.90 Можно Спокойно Взять По 30.40 Также Обратите Внимание ВВП Уже Ниже Текущей Котировки Что В принципе Позитивно Для Восходящей Динамики Поддержка Которую Все таки Удержали Мы Отмечали Эти Локации 29.27 Ну и Блокпост 28.75 28.98 Здесь Две сессии Тут Три недели Потом еще Две недели Тестировали И тут Уже Более Пяти Недель Формируют Площадку То есть На Атаку Остался Уровень 31.10 По 30.85 Свободное Простое Пробитие Пробитие Этого Диапазона Подтверждает Что Индекс Киев В принципе Не ошибается В общем Киев был С позитивным Результатом То есть Выше На Значение Или два Значения Предыдущего Вот И То есть На месяц Они Рассчитывают Что Ожидается Восходящая Динамика То есть Следующий Проблемный Уровень Для Восходящей Динамики Будет 31.52 31.75 Тут У нас Два Дня С Половиной Здесь Порядка Пяти Дней С Половиной И Здесь Тоже Закономерность По Пять Дней У них По Нефис Объем Тоже Немножко Подутихли В четверг Единственное Был Такой Еще На Уровне Всю Неделю Пытаются Уйти Выше 30-40 Я думаю Что Скоро У них Получится Неделю Принципе Стараются Закрыть Выше Обратите Внимание Какая Дельта Четкая На ФСХ Нисходящая Динамика Восходящая Динамика Скажите Вот Те Кто Сегодня На WallSuite Online Чате Сколько Знакомых Из Ваших Трейдеров Торгует На Европейском Индексе ФСХ Никто Ноль Вот Видите Разницу Между Популярными Инструментами И Непопулярными Это ФСХ Вот Как Выглядит СНП По Дельте Дельта Если Огромное Количество Высокочастотников Разных Алгоритмов Толпа Маркетмейкеры То есть Там Дельта Очень Будет Засряться Такими Активными Элементами Вот Но ФСХ Чистенько Аккуратненько Как В Европе В общем Топовая Дельта За этот Контракт Дакс Джемни Достаточно Можно сказать Даже Как Брат Для ФСХ У них Всплески Ликвидности Практически В одни Периоды Происходят Ну В одни В одни Те же Сессии Скажем Даже Так 93.50 94.10 Можно фиксировать Как Потенциально Разворотной Точкой То есть Нулевой Сессия Нулевая С которой Начинается Восходящая Динамика Отчет Начали Тормозить Уже В начале Вернее В середине Января И 20 21 Там Разворотец Был С гепом Открывались И 95.85 94.85 Это Три Сессии На этом Уровне В два Раз Тестировали Единственное Что Фиос Икс У потолка Снп Уже На максимум Недели А Дакс Еще Пока Не Определился Значит С динамикой Окончательной И 98.30 97.20 Если Плотнее Брать То Берем Сразу 97.85 97.20 Это Плотное Ядро Но Я бы Брал Пошире Вариант 98.30 По 97 Мы Захватили И эти Сессии И эти Плотное Использовать Либо же Широкое Тут Дело Масштаба Сделок То есть Ну С Каким Таймфреймом Работаете Уперлись Пока Вот Как раз В эту Активность Которая Была 98.80 99.60 Тут Три Сессии Потом Еще Две Добавили И Пятая С этого Массива Уходила Поэтому Видите Достаточно Так С опаской Смотрит Дакс На этот Уровень Но Если На следующей Неделе Пройдут А это Будет Хороший Признак Десяточка Уровень Значимый Психологически Важный Тут Две Сессии Даже Две С половиной Нагрешили На Продажи И В общем Пробитие Этого Уровня Следующий Таргет Здесь Может Быть Как Раз Вот Если Пробьют Наберут Объем Снова На Районе 99.20 Десять И Повторное Пробитие Таким Образом У нас Восходящий Канал Возможен На На Не На Этой Неделе Но Может Через Две Недели Только Может Появиться Опять Нужна Ликвидность Толкать Котировку В такой Нелегкий Период Экономики Всех Стран Нужно С Каким То Ликвидом Вот Поэтому Слабый Объем На Сессиях Не Способствуют Восходящей Динамике Есть Такие Выражения Там Минздрав Предупреждает Да Ну вот Объемный Анализ Предупреждает Не Торогуйте Когда Мало Объемов Особенно На Покупку Так Это был Дакс И Ведь А на Дакс Не так Уж И Давайте Сначала Вот То есть 21 22 Да Была Дельта И 27 Здесь Нулевая Практически Здесь Две Сессии На Шортах Пошли Слухи Что Deutsche Bank Если Не Ошибаюсь Рейтинговое Агентство Хочет Понизить Рейтинг Кто Что Слышал Об этом И Возможно За счет Этого Опасения Там Аккуратно Сейчас С Даксом Торгуют Поэтому Его Как Показательный По тренду В принципе Сейчас Рассматривать Сложно Потому что Там Манипуляция Со стороны Монополистов Рейтингового Агентства Мудис Фич И Стандарт Инпульс Могут Понижать Рейтинг Кому Угодно Вот Поэтому Видно Deutsche Bank Им мешает Там Чем-то Они Решили Ему Понизить Рейтинг Вот Поэтому Тут Дельта Не Позитивная В общем Не Показательный Индекс Сейчас Самый Показательный Вот Вот Это Объем Идет Видите В принципе То Что Проецировали Ожидали Получилось Даже Лучше Чем Ждали Вот Ну Это Даже Хорошо В общем Ликвид Идет Как видите Обороты Даже Не Ну Буквально Чуть Упали Вот В пятницу Но Дошли До 75 Там Бы Мы Думали На Следующей Неделе Будет Там Но Вот Пришли Чуть Раньше Срока Здесь Сразу Можно Выделить Такую Плиту Как 75 300 По 77 И Вторая Такая Коварная Локация 78 800 Даже Нет Поменьше Возьму Плотно 78 500 И Ну 77 500 Фактически Можно Даже Их Объединить Вот Здесь Ровно Под Линеечку Пошла Ликвидность То есть Это Системно С Таким Огромным Кэшем Кто-то Управлял Котировочкой Размещал Настолько Ликвидности Чтоб Четыре Сессии Подряд Была Одинаковая Ликвидность Ну Да Ладно Так В В В В Уже Давно Позади Уже Так Увесисто Ушли От Средневзвешенные По Объему И Это Хорошо Здесь Также Из Последних Свежих Массивов Локации С Объемом 69 Давайте Плотно Возьмем 68 69 Ровно 68 Нет Нет Это Не Так 67 500 Вот Так Будет Лучше Это Коридор Который Очень Внимательно Следим Чтобы Не Отпустили Ниже Если Здесь Будет Железобетон То Можно Пробовать Искать Точки Входа Если Вы Еще Не В Этой Динамике Берем Также Нижний Уровень Поддержки Ну Здесь Уже Крайний Блокпост Этот Уровень Раз Два Три Четыре Сессии Но На Разной Динамике С Разной Дельтой Поэтому Более Такой Как бы Запачканный То есть Не чистый Там Суммарно Идет И Нисходящая Динамика И Восходящая Поэтому Так Ну И Сейчас Из Таких Максимально Свежих Это Четверг От 72 По 73 Отличился Как Уровень С Которого Пятница Ушла Кашпари На 75 То есть Понедельник Вторник Среду Если Этот Уровень Будут Жестко Защищать Хотя Коррекционные Моменты До 71 72 Может Быть Там Нефть Как раз На следующей Неделе Запасы Сырой Нефти Под Этот Отчет Могут Как-то Коррекцию Провернуть Индекс Доллара Пошел Опять На Сотку Мы Захватим Сегодня Вот Ну Пока Есть Объем Толкать Индекс РТС Пока Есть Объем Тенденция Может Сохраниться То есть Как Только Он Исчезнет Соответственно Это Будет Первым Маячком Что Можно Сбрасывать Часть Позиции Фиксироваться Чуть А вот Ликвидность И Уровни По Сберу То есть Начали Обороты Повышать Уже С середины Января И Так Не Прекращаясь То есть Фондовые Тоже Интересуют Инвесторов И Участников Здесь Немножко Откорректируем Уровень Поддержки Захватим 92 И 89 Корректируем Тут Уже Нет Давайте Три Восьмерки Отличное Отличное Число Три Восьмерки По 92 Три Сессии Тут Также Отличились И Блокпост Последний На 83 С половиной По 84 С половиной Тут Заканчивается Нет Тут Останавливается Время Три Сессии Идут Последние На Неплохой Ликвидке То есть Толкают Не Впустую То есть Это Не Пустышка Действительно Толкают На Объеме По Газпрому Не Так Все Красиво Выглядит Нет Таких Сверх Повышенных Оборотов Как Должны Были Быть Вот Но 22 Отличились Этот Уровень 130 132 В качестве Поддержки Обязательно Тут Не на Шутку Разместились И 126 По 124 Тут Уже Блок По Значит Здесь У меня С ноября Давайте Чуть Корректирую Здесь На самом Деле Вот Так Будет 136 Поле 134 Массивность Из Свежих Что Здесь С ноября Даже Не за Год Котировка Если 138 Все Таки Осилит То У нас На Повестке 140 141 С половиной Тут Три Дня Шортели И С этого Уровня Ушли Как Ошпарены До Три Четвертой Потому Значимый Уровень Там Свои Счеты Еще Такой Небольшой Отметим Уровень 138 Как То Уш Магически Влияла Цена На Котировку Полтора Недели Не могли Ути Выше Поэтому На всякий Случай Возьмите И 138 Как Вариант Корректировка До В районе Там 135 130 Будут Набирать Какой Объем Если Нефтянка Там Под Эти Все Нефтяные Запасы Сырой Нефти Сырой Там И Employment Ну В общем Если Нефтянка Будет Тащиться На Север Возможно Будет Там Корректировка До 132 130 И Затем Появление Объемов Опять же На Хороших Оборотах Если Как только Появляются Объемы Мы Видим Рост Это Подтверждение Ну И Дальнейшее Пробитие 140 141 Продолжаем По РТС Мы Тут Пока Начали Только На Дневном Интервале Так Идем На Открытый Интерес Здесь Загружаются Данные А Вот Собственно Да Объем Все Больше И Больше Как Видите Дельта Пиковая Была 54 Тонны И 62 23 12 Значит Две Сессии На Разворот Было На Дельте 15 54 Тонны И Потом Нулевая Здесь Соответственно После Трех Сессий Роста Скинули 24 Тонны 19 И 33 Сегодня Причем Плотная Сессия По отношению К Торговым Сессиям Этой Недели И Раз Два Три Четыре Ну Буквально Вот С перерывами 26 Числа Бул Чуть 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 Корректировался Открытый Интерес Пик Был Естественно На Реверсе 21 Числа И Идет Снижение Открытого Интереса Фиксируется Фиксация Вполне Может быть Те Кто Шортил В районе 78 75 Выпрыгивают И Поэтому Дельта Активно Идет На стороне Байера Шорты Фиксируют Вполне Может быть Но Пятница Выше Среднего Последнего Значения Вот По неделе Даже Если сравнивать То есть Помимо Сброса Шортов Вполне Еще Заходят Тем более Пятница У нас На На рост Ну Относительно Четверга Выше Открыт Интерес Раз Два Три Четыре Но Четвертая Пять Шесть Семь Сессий Фактически Идет Динамика Так 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 И Выделим Вот Эту Локацию 75 Сказ Будет 75 И По 76 200 Ну Собственно И те же уровни Мы отмечали На Дневном интервале Здесь нам Нужна была Дельта И открыт Интерес Так Видит Дельта На Самом Классе Новый Фильтр По Дельте Ввели Отличная Вещь Коридор Байеров Возьмите На Заметку Больше Так Видите Активно Буквально Вот 71400 Еще Себе Показали Потом На 70 Соответственно 69 Тон И Из них 38 Ну На 7 Тон Больше Байеров Было Так Раз Два Три Локации Буквально Через День Вот Здесь Работали Очень Активно То Диапазон Возьмите На Заметку 64 300 По 65 500 Как То Уж Сильно Он Пригляделся Крупной Ребешки Вука Невоспитанный Какой-то Человек Так Все Будет По Очереди Про Скилл Надо Чуть Чуть Плотнее Поставить Так Ну Видно Да Какое Ядро У Четверга Я думаю Видно Такой Полупрозрачный Профиль Здесь Возьмем Будем Мониторить Как Объемчики В принципе Неплохие Там Прошли А вот Этот Даже Можно Захватить Вместе С Пятницей 73 250 72 100 Коридор Который Если Байеров Будут Удерживать Жестко Агрессивно По Объему По Дельте То Это Очень Сильный Маячок На Серьезность Байеров Какая-то информация Возможно Поступила Уже Какие-то Слои Финансовой Активности Мы Может Узнаем Об этом Попозже Можно Захватить Даже Ну В общем Как видите На неделе Плотный Коридор Очень Плотный 72 По 73 С копейками Тут И следа Отличилась И четверг Особенно Четверг И пятница Квит А отработали Но Были выше И как-то Уж К 75 Второй Раз Не пошли Возможно Нефтянка Возможно Перед Укендом Не хотели Уже Все Козыри Выкладывать Так 67 500 68 500 Понедельник Плотно 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 Работали Вторник Там же Работал Среда Утром Набрали Там же То есть Три сессии Коридор 68 Плюс Минус 500 Номер Один Уровень То есть Если даже Будет коррекция То Очень внимательно Будем следить Как Этот уровень Будет защищать То есть Де факто Как бы Два основных Коридора Этот Могут Пробить Потому что Видите Идут Вроде На одном И том же Объеме А уже Пятница Висит Фактически Над Четвергом И Создать Коррекцию Для сброса Байеров Это Завросто Может быть Поэтому Ожидание Более Оптимальное И вероятное Это Защита Шестьдесят Девять Восемьсот Семьдесят Восемьсот То есть Среда С Утром Четверга Это Второй По рангу Уровень То есть Первая Приоритетная Это Второй Но Вторые Даже Частенько Отрабатывают Неплохо И Семьдесят Шестьдесят Семь Пятьсот Семь Пятьсот Тут Трудились Три дня Разворачивали Вот Поэтому Здесь Все Внимание Шестьдесят Шесть Двести По Шестьдесят Пятьсот Плотненько 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 Давайте Другой Цвет Выделю Чтобы Не Все Не Перемешалось Давайте Такой Вот Второго Ранга Значит Ему Будет Такой Вот Оттенок Камуфляж Вот Еще Один Уровень Поддержки То есть Со Вторника Тут Практически Все Массивы Как Видите На покупку Набрали Объем На покупку Набрали Объем На покупку Набрали Объем На покупку Здесь Много Набирали Объема Ушел Пока На покупку Здесь Немножко Динамику Подостановили Поэтому Уровень Семьдесят Четыре Девятьсот По Семьдесят Четыре Триста Вполне Могут еще по сопротивляться так что объемчики тут ведь и второй раз как раз под штаты бросили на этом же уровне закрылись недалеко но пока это настораживает в общем так это был ртс теперь у нас идет рубль так ну в принципе отработали ну конечно все по плану все как планировали трудно сказать в любом случае с какие-то нюансы но по крайней мере мы надеялись на это чуть-чуть развернули очень хороший момент провели вот эту плитку в районе семьдесят седьмой семьдесят восьмой значит семьдесят восемь по семьдесят семь двести пятьдесят семьдесят семь сто прошли спокойно одной сессии без каких-то колебаний причем объем даже поменьше уже идет и в принципе остановились вполне на нормальном движении то есть не не уперлись ни в куку ни в какой уровень тут принципе его и нет вот и следующий такой может быть проблемные не особо конечно тут не отличились тут прям практически без оборотов шли но на всякий случай так а вот тут уже нужно будет немножко постараться как видите знающие работали прям в коридоре плотненько запаковали 6 сессии и прям плотненько так как будто вот чтобы сильно не разбрасывать кучу позиции чтоб средняя была в районе семьдесят два пятьсот не ниже ну ведь объемы здесь были не такие уж и колоссальные по сравнению с тем как тормозят восемьдесят третью вот если там были на эти деньжища то лучше бы никому не знать что они именно они это сделали 84 500 85 500 здесь такая была реверсивная точка для пары до долларов рубль и ну объемы буквально вот пятница еще даже на повышенных чуть-чуть идет раз два три сессии на корректа с и четыре подряд сессии идет на снижение причем планово то есть это не какой-то сверх на не сверх аномальное снижение чисто плановое нормальное расширение коридора с учетом того что все на же этаже затариваются по самые их нужно еще и перед перед перебить по объему но в плане перекрыть так восемьдесят семьсот чисто рабочий массив семьдесят 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 пятьсот тут мы выделим четыре сессии вот тут также был массив но нам покупку уже как бы сменили его ребят наши рты вот коррекция вполне может быть до этого уровня если здесь появится защита селлеров это супер это значит есть все шансы на семьдесят два семьдесят три до в конце февраля если может даже через две недели будет вообще классно вот если придут на семьдесят три семьдесят два это де факту уже разворот контракта если все будет сопровождаться объемчиками будет даже хорошо восемьдесят три восемьдесят два это уже последний рубеж это лучше даже не видеть так вида был и пи как видите уже выше то есть ниже средне взвешенной это хорошо спорт тоже повышенный оборот идут с двадцатого числа тормозят на 80 руб также прошли значимые массивы это семьдесят шестая плюс минус и семьдесят восьмая часа выделю их семьдесят девять там семьдесят восемь скобода это у нас первый массивчик и 76 7 76 это вот второй уровень который должны были править чуть-чуть стихли обороты до сих пор один из важных уровней поддержки тут затем шестьдесят восемь девять тоже четыре сессии стояли плотно перед походом если тут закрепятся селлера и будут уже шортить по 76 76 и 8 вы тут три сессии и все чисто на ажиотаже подымались потому что объемы не аномальные но пит стоп могут тут затеять давайте ему такой вот цвет незащищенности поставим может поможет так ну в общем два ключевых уровня сопротивления есть мониторим далее мы посмотрим на дельте и какая там активность на самом деле по рублю сбрасывают видите открытый интерес падает с снижением котировки все кто то или жестко на покупку вполне могут сбрасывать особенно покупка двадцать пятого числа вот здесь интересная ситуация и раз два и на пике третья самая топовая сессия 196 практически на пике 196 рядом 146 вот на разворот две сессии были на вот такой вот дельте пиковое значение дельты на бай было вот как раз на этих локациях давайте его зафиксируем относительно этого периода 70 относительно этого периода 70 два давайте поставим значит тут у нас была активная сессия на покупателя и вот здесь коридор в общем мониторим если пробиваем с легкостью этот коридорчик ближайшее время тогда все замечательно ликвидность ликвидность идет чуть чуть умеренные темпы но пока не сильно снизили обороты то есть надо еще как минимум у нас до средней выйти вот ну ну максимум неделя там может куда это пидстопа и потом снова атаковать самое главное чтобы все с нефтянкой было хорошо давайте спекулятивный уровень отметим к сожалению тут такая волатильность что приходится сжимать до десяти а то и двадцати котировочку так сейчас я кое-что сделаю чтобы нам фильтр не мешал и отлично поставили два дополнительных фильтра для более адаптивной фильтрации потому что он иногда было неудобно допустим там евро сессии одни фильтры американской сессии вторые переключаться так можно сразу для всех сессий поставить фильтры и все будет комфортно удобно и быстро так ну здесь соответственно выделяем потом ядро недели семьдесят девять пятьсот можно ставить спокойно восемьдесят пятьсот вот потом самое интересное это очень агрессивненько тут поработали селеры не пускали ниже тут такая замечательная локация семьдесят семь семьсот вот в общем три семерочки берем как сопротивление выставляем в общем такой везучий уровень священный у нас сказали священный уровень а кто помнит до какой цены падал сэнпи 500 в 2008 году какая была последняя цена нет я спрашиваю цифру вот вот по-настоящему трейдер три шестерки действительно это была последняя цена на сэнпи 500 в 2008 году ну реально было очень и очень все так опасно так ну в общем то это коридорчики у нас для рубля ядро недели семьдесят девять пятьсот восемьдесят пятьсот потом промежуточная защита и дозагрузка на трех семерочках пятница тут отличилась на семьдесят шесть пятьсот семьдесят шесть восемьсот в принципе пока ставим как нейтральный посмотрим как будет понедельник относительно этого уровня плясать ну и открылись там на семьдесят пять восемьсот и от стих с этого уровня рванули выше но импульс был достаточно такой направленный на продолжение динамики ну все так просто не бывает поэтому осторожнее могут все таки сбросить сначала целеров поживиться потом снова пойти евро да вот те кто не знает мы когда видели три шестерки просто ну тихо стало в офисе стало реально тихо так что кто не верит в какие-то там цифры ровные либо там три восьмерки вот три шестерки остановился с пятьсот и развернулся с того момента то есть представляете как кто-то играет рынком что вот захотел до трех шестерок все на трех шестерках развернетесь хорошо какое-то манипуляции так тут плита просто прям сначала контракта без изменений причем возьмем самую основную рабочую часть это 08 70 0 9 30 и тут на потолке у нас 0 9 60 про сопротивление 0 9 78 и 0 8 20 по поддержку пока вот отметили 0 8 30 потом еще будет блокпост тут на 2 7 очках 0 7 57 так как видите объемы сейчас не топовые по евро видимо еще придет час придет время придет новости события и на эту землю меркель финансисты вот проводили опросу у самых авторитетных экономистов финансистов американских разных институтов а вот какие события ожидаются на 2016 год какие ждут события которые повлияют на финансовые рынки это меркель покинет свой пост вот вот подаст в остатку в общем и выберут президент америки дональда трамп так 1025 уже так последний последний чертам соответственно как только уходит ниже 0 8 осторожненько тут уже не до покупок разве что опять будут объемно жестко тормозить на 0 77 но ниже уже покупки будут небезопасны то есть у байеров похоже что мало очень шансов удерживать котировку ну и соответственно я уже сбился счету сколько раз они 0 вернее 1 10 пытаются осилить возможно до какого-то изменения процентной ставки там уже они как-то выйдут тут принципе по евро даже не интересно в зажаве пока вот в коридоре по крайней мере есть на что ориентироваться есть понимает понимание предела но с точки зрения спекуляции тут сложнее будет еврик на дельте вот такого разряда идет вот эти вот 0 85 тут отчетливо два раза байера и сейчас мы пока включим новый фильтр да подтверждает и вот это вот чудо да видите кое возьмите на заметочку с 0 9 20 и по самый максимум четверга спокойно может даже 0 9 брать но очень плотно вот в коридор до 0 9 60 тут прям без вопрос то есть коррекционный момент не пускают покупки держать уже не смысл так это евро кластер профайл у нас давайте все таки выделим на 15 минутом таймфрейме все таки фьючерс евро один из популярных и так у всех более менее а у еврика тут трагедия ну по крайней мере здесь понятен вектор берем 0 8 77 87 до загрузка селера промежуточная может в понедельник послужить сопротивлением отчаянно очень отчаянно формируют похоже на разворотную модель но как то она уж очень искусственная вроде тормозят котировку но у байеров практически ничего не получается сделать с ценой не расширяют даже выше 0 82 ну в общем даже если получится в понедельник вот этот уровень можете пощупать есть ли там селеры или нет понедельник вторник плюс пятница соответственно создали коридор тут видно ядра ядро недели 0 8 36 0 85 и плотное второе размещение это 0 9 26 тут среда четверг и часть пятницы даже можно захватить спокойно 0 9 0 2 выделим его вот таким вот цветом второе ядро вот торгуется пятница уже ниже ядра была то есть фактически пощупала минимум недели поэтому пробуйте вот хорошую вполне локация могут защищать селеры потолок соответственно 0 9 60 плюс минус 15 тиков сопротивления все два здесь четверг сразу же поставил все точки на и и такая вот в общем неделя супер манипуляция получится если понедельник как ошпарение возвращается на 0 9 тоже на таком активном рынке тогда продажи пока повременеть и если будут с трудом толкать даже до этого уровня то на дельте еще посмотрите и 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 трех сессий пока поддержали нельзя сказать что здесь идет какой-то аномальный прям интерес к фичу там пока для финансового рынка судя по всему ничего по спекуляции нет интересного ровно идет ликвидность здесь похоже тоже вмешались в процесс две недели прямо под линейку здесь уже более-менее отпустили в котировку значит массив сопротивления 44 05 44 45 протестили и вместе 43 25 по 43 55 тоже у нас идет сопротивление с учетом уже текущей недели вот соответственно прошили всю неделю причем и и в ту и ту сторону сбрасывают похоже по ликвидности два дня одинаковых точно системная работа еще сопротивление отметим как вариант 45 40 может быть туда дойдут может быть нет ну в любом случае если начнут атаковать вот этот уровень поддержки ниже уже даже если сюда дойдут на 41 11 лучше не покупать то есть там уже все критическое критический уровень судя по импульсивности нужно очень быстро вернуться на 43 25 43 55 пока в это никто не поверил и не начал шерстить жестким объемом тогда еще и шансы на восстановление роста противном случае покупать пока опасно 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 все лимитами оправдался поставим поспокойнее чуть так ну в общем такая вот картина хотя потихонечку потихонечку включаешь кто скупает этот фунт и в общем 42 10 тут прям плотненько так да по маскам все брали ну такая вот картина так как обещал индекс доллара вот коварная тоже такая свеча 98 73 90 85 раз два три 4 5 через неделю в общем уровень проверены и 98 98 13 98 13 по 31 берем в качестве еще одного уровня поддержки ну и сопротивление тут как раз атакует следующий уже на сотке и выше вот тут были неоднократно и вроде бы пошли уже на снижение тем самым пробили равноудален равноудаленный восходящий канал здесь начали все на шорты запрыгивать и всех до самого 99 81 вот так вот просчитывается все в техническом анализе загоняется толпа и точно так же на многих уровнях ну предугадать поведение толпы масса это не составляет огромного труда есть ли есть небольшой софт ну как бы личного ну как бы личной разработки в банках там инвесткомпаниях фондах даже twitter уже используют сколько твитов по этой акции на покупку либо же тех же фичи и золото есть даже индикаторы позитивного отношения к там покупки нефти либо же негативное то есть кто больше покупает мониторится twitter даже facebook если не ошибаюсь уже начали мониторить то есть финансист индикатор такой себе создает вот ну вот к индекс доллара причем тоже видно на манипуляциях жестких тут ровно неделя шла на объеме тут тоже ровно здесь прям немножко даже вроде как заигрались потом решили все таки хоть пятницу сделать не такой по объему как предыдущие дни и такой вот набор объема прям как трамплин и на 99.81 быстро и поспешно если возвращаются опять на на ту точку откуда они в принципе начали манипуляцию то в принципе может сотки не будет в ближайшее время в противном случае если задержатся опять в этом ядре ядро 99.33 по 99 если тут опять начнут долго стоять неделю то прокатиться на шортах не получится так жижа отличное название придумали не черное золото а жижа жижа не падают пока объемы это хорошо скинули пока тот сейчас новый контракт пошел апрельский вот как раз на стыке все равно объем есть тридцать два пятьдесят пять тридцать один двадцать это первый массив мы отметим вот так вот и второй тут ядро пока самый объемный level массив 34 и 6 поэтому и притихли в принципе скорее всего по газпрому почему они там не затариваются смотрят как новый контракт будут грузить и ну здесь для вас ориентир это максимальная активность у байеров на уровне 32 загрузка то есть если этот уровень будет прям уж вкусно затаривать на бай то есть шансы на рост тут в принципе недолго осталось ну если уйдут ниже тридцать один два тридцать два пятьдесят пять и ртс может отреагировать сразу то есть я думаю те кто сейчас с расчетом что они первые кто сообразил тарить покупку на ртс и на фондовом начнут резко сбрасывать потому что сейчас не до шуток и не до экспериментов поэтому в общем мониторьте как они тут распределяться с этого объема в среду в среду в среду я говорил запасы по сырой нефти и там с этой ираном должны в начале февраля если не ошибаюсь встреча обсуждать будут нефть которую они хотят выросить на рынок так кажется в начале февраля был разговор что состоится скотка всех нефтедержателей и поедут к этим султанам так сейчас мы дельту еще посмотрим на вернее не дельту а на меньшей тайфрейме так тут картина пока получше 30 число ой 30 отметка 28 здесь порядка трех сессий даже с половиной в два массива распределили на покупку потом четыре сессии пока идут на покупку то есть на light sweet здесь тарятся потихонечку вроде на бай но очень настораживает давайте лучше вот этот коридор выделим настораживает 4 пятницы висят в коридоре причем пятница еще плотнее чем четверг то есть объем резко рухнул очень подозрительно вроде шли 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 и так уж все весело затаривались тут резко пятницу падает объем хрежевирует наверно что то непонятно хеджеры так ну вот здесь плита вот это давайте выделим пускай будет на всякий случай ну в общем достаточно коварно 4 пятницы застыли на уровне ну не не так часто жижа здесь это золото любит 4 пятницу зависнуть где-то там на максимум недели либо на минимуме а жижа такого порядка не сильно обожает ну в общем первая поддержка 32-31 и 28-29 последний блокпост так тут достаточно долго простояли поэтому могут до 30 с половиной я не выделял чтобы не было огромного количества линий видо было пивите где 31 вот если будут стараться держаться выше то байеры с работают так 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 давайте еще золото захватим так уже затянули полтора часа уже не уже тяжело разговаривать так новый контракт да 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 но нашей платформе можно забыть про смену контракта и нажать склейку контрактов и будет все просто так вот этот уровень вот этот уровень сразу же такие уровни в когда целой неделе идет в один объем это это ненормально это сразу манипулятивный коридорку это сколько знаю с точки зрения объемного анализа рынок ну чтоб так недели причем на разных инструментах валюта неважно не все индексы просто вот ну ним такое ощущение как будто на в яму запустили одних и тех же трейдеров и не выпускали до самой до вечера пятницы согласитесь так у нас 67 77 потом ступень 85 92 ну и здесь лучше просто вот этот выделить 50 и 55 поддержка в общем здесь тоже поработали в общем 1100 пробили замечательно итак индексы падают фондовый рынок падает куда девать заработанные на фондовом рынке на мыльном пузыре деньги конечно покупать золото и нефть по дешевке по дешевке накупить 200 танкеров нефти 3 тонны золота и все нормально будет потом продать и купить снова надувающийся пузырь и так уже сколько уже лет 10 на это не больше наверно с тех времен как америка доллар не все обеспечивает времени не все даже а просто продажей нефти за доллар в общем сыр начало 2016 года практически весь объем который выходит по золоту создает расширение коридора на покупку объемчики чуть-чуть под утихли то есть тут как бы уже силы толкать не так много поэтому пока не появится еще объемы толкать уже я думаю подожду ну скорее всего это за смены контракта но если не появится на следующей неделе объем на следующей неделе уже должны принципе перейти на новый и приток ликвидности появится должен следите за 1090 я думаю вполне даже 85 предел то есть корректировка если байер очень сильно хотят покупать вот и золото а кто скажет кто помнит вернее для чего были созданы фьючерсные контракты какая какое их предназначение по своей как бы не структуре а вот почему их почему они появились и так хорошо прижились и быстро какое их предназначение на самом деле кости понятно что ты знаешь и так трейдеры дорогие коллеги друзья у меня товарищи по цеху для чего придумали фьючерсные контракты кто помнит вот так вот и торгуют люди потом удивляются пекарь хлеба почему едет к фермеру подписывать фьючерсный контракт на поставку зерна в будущем чтобы золото нет пекарь почему к фермеру поехал договариваться о поставке пшеницы осенью заплатил раньше где поставок жрать хоть да не хеджирует хеджирует снизить риски совершенно верно так уже пекарь может планировать свою продукцию уже ему спокойно до самой осени будет у него мука по такой то цене фермер тоже доволен у него есть заказы у него уже есть оплата причем урожай застрахован вот а у нас на планете дешевле только в прошлом бывает все дороже и дороже инфляция поэтому это как хеджирование от роста цены на сырье началось все с этого поэтому фьючерсные контракты это по своей природе инструмент для хеджирования реального товара реальной продукции допустим едет состав алюминия там из России в Испанию там остановили документы все такое в общем неделю он едет до Испании и за неделю на алюминий цена там ушла наверх допустим тот кто продавал алюминий потирает ручки а тот кто покупал все поэтому хеджирует весь состав алюминия допустим приезжают без разницы куда там колебается этот алюминий никто не потерял никто не выгулся захеджировали сейчас уже опционы используют но там опционы уже придумали хеджировать фьючерсы ладно все и так уже устал спасибо что пришли жду понедельник на интересной лекции по объемному анализу вот видите проверку не прошли вот 19.00 кто не будет знать как попасть на вебинар просто напишите там skype education волфикс или волфикс вам подскажут кто опоздал на youtube канале будет там в течение 24 часов запись не забывайте делиться лайкать в общем только за до следующей пятницы всего хорошего хорошего уикенда скоро весна и это очень радует до свидания пока 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 не забывайте я